Вот я трешник, плохо играю, но я вижу, что все, я не могу. Хочу деньги. Сегодня был очень интересный матч, там играли ребята с радаром, и я на него ставил. Есть ли какие-то внешние признаки, по которым зритель может понять, что играется сейчас трешка? Да. Хватает же совести в 900 смотреть этим игрокам. 1500 за первую, 1500 за вторую, все. Почему ты это все рассказываешь? Сложно, очень сложно. Сергей — это настоящий босс 3-2-2 в киберспорте. Он помогает нечестным игрокам и командам сливать матчи и зарабатывать на этом деньги. Он начал свой путь, как обычный работяга на заводе, и за несколько лет стал главарем, без которого не обходятся крупные 3-2-2. А также именно он становился героем выпусков YouTube-канала Морф. В этом интервью Сергей говорит о своей деятельности и дает много интересных инсайдов. Привет. Да, здравствуй. Приходит к тебе рандомный человек и спрашивает, чем ты занимаешься? Как ты отвечаешь? Вот так вот все сразу же сходу, да? Да. Хочу сразу же немножко поправиться, что для меня это первый эксперименс, такой некий. Плюс я ознакомился с твоим творчеством на YouTube. И как бы хочу сразу же извиниться, что возможно буду как-то нервничать, потому что для меня это пирас, такие большие интервью давать. И я немножко в замешательстве вообще, как я сюда попал, как я тебя посоветовал такое приложение, для меня это просто некий такой шок. Поэтому сразу же заняюсь, если там буду как-то нервничать и там брать какие-то паузы. Оказываю услуги по проставлению в сфере беттинга. А на самом деле? На самом деле так и есть. Если глубже копнуть, то предусмотрелось сказать. Да, давай. Как ты пришел к этому? Да. Слушай, все очень просто. Я был обычным человеком, как и многие люди. Работал в собственной компании с отцом, занимался строительством, был там инженером-программистом в сфере систематизации всяких вещей, но это тезис на все. После чего, собственно говоря, я хорошо зарабатывал. И как-то раз мне написал один приятель из Доты. И сказал, что Серега там есть... Ну ладно, я увольну его. Это был Александр Сазонов, Флоу. От Царства Небесного, он, например, 20. Хороший был человек, очень. И он меня познакомил с одним очень интересным человеком. В общих кругах он достаточно известный, White Pippa. Он сейчас отошел от дел, поэтому, в принципе, могу это все спокойно рассказать. И он мне предложил непосредственно попробовать как-то поработать, там поставить ставки, которые он мне давал. Тогда я был просто нулем. Это был примерно, да, не стараюсь, по-моему, 15-й год, 16-й год. Где-то так. Он непосредственно начал, добавил мне в саму конференцию, где сели несколько человек, близких его людей. И давал мне различные ставки. Я писал ему... Ну, так как я был программистом, я работал... Я любил, как бы, таблицы, Excel, отчеты. И как-то я ему запал в душу тем, что я структуризировал все свои данные, там, отчет полностью, что, где зайдет, какие убытки, какие... И все это дело в режиме онлайн. Я ему очень проникся, мы начали с ним больше общаться. И он начал давать больше и больше ставок. Я не знал, что это за ставки. Мне давали, я ставил, забирал свои комиссионные проценты в размере 30%, так называемые 70 на 30. То есть, у меня дал матч, я ставил там 1000 долларов, 500 долларов, писал, отчитывался и получал свою прибыль. Извини, ты был дураком, правильно понимаю? Можно сказать и так, да. То есть, я просто был его, как бы, неким... Ну, просто как хобби. Он начал с ним больше доверять и уже начал посвящать ему эту сферу. Тогда я познакомился в первый раз с 3 до 2. Я тогда даже не знал, что это за термин обозначает. Потом я уже начитался всеми известный, по-моему, Александр Березин из ВП Соло, который поставил на свою победу 100 долларов на конце 3 до 2. 3 до 2. 3 до 2, да. 3 до 2, да. Отсюда пошел этот мемный термин. И мне это все было, как бы, новизну, новинка. Я прям очень сильно удивлялся всему этому. Вот с помощью этого человека я, как бы, и начал заниматься тем, чем занимался. Ты зарабатывал 30% со стаба, который ты делал? Да, который я ему не парил. Но в каком момент ты понял, что ты ставишь на договорные матчи? Примерно через, ну, полгода. Где-то так. И как ты это понял? Ну, когда начали появляться всякие интересные матчи с Тироинцем, я понял, что что-то тут не то. И когда он тебе дает 15 матч подряд, они все 15 матч подряд заходят, ты понимаешь, что что-то не то. И самых-таки забавных матчей... Нет, были матчи и не договорные. Допустим, вот сейчас по памяти, потому что вспомнил быстро, в памяти своей, по-моему, ФК Сочи против команды, может быть, Краснодар, не помню, но не суть. У команды ФК Сочи за час, это была инсайд-информация, выпустили не первый состав, не основной состав, а выпустили парней 18 лет. Их Краснодар раскатал 6-0 или 7-0, 8-0, можно посмотреть в истории. То есть это была инсайд-инфо. А он мне сказал поставить на победу Краснодара, не суть, не концепция, поставить большие деньги. Я поставил, по-моему, там 600 тысяч рублей. И для меня был шок, когда этот матч зашел. А потом, когда этот матч зашел, я увидел этот анонс, что играл второй состав, коэффициенты посыпались на всех конторах в миг. Я успел поставить коэффициент 2-2,75. И я прямо вот так вот сел за ржавшими руками, думал, ни хрена себе, с кем я общаюсь. Слушай, ну, 30% ты зарабатывал со ставок в течение какого срока? 2-3 года. И какая-то сумма примерно одной ставки была? Тысяча долларов? От тысячи до десяти. И ты... Я набирал обороты. Сначала начал ставить тысячу, я ставил на русских конторах. Меня быстро забанили везде. Я начал искать всякие пути. Начал ставить на анонимных конторах, где не требовались феррификации. На зарубежных конторах, где были знакомые друзья. Ну, я просто брал дропов, как бы, и стал таким, как бы, чеком. А, то есть ты стал тем человеком, который тебя, как раз таки, позвал. Да. По тебе, по тобой были дропы. То есть он в дальнейшем начал мне все это дело обучать. Сказал, где искать, какие там люди есть, какие конторы есть. И вот тогда я начал заниматься уже, так сказать, с большим интересом. Это было не просто дроповодство, да, такое-то там. А вот именно начал изучать сферу и начал искать новые-новые конторы. Пол-контор у меня был на то время порядка 30 штук. Сейчас порядка 200 контор. На то время было 30, может, там, 25. Вот. На каждой конторе делали ставочки, там, по 100, по 200, по 300, по 400. Ну, сумма накапливалась, там, ну, вот, пусть бы ты, как я сказала, тысячи до десяти. Вот. Как ты дошел до кипрспорта? После того, как я долго время работал на Володю, у него были очень много всяких конфузных ситуаций. Там, разумеется, когда ты работаешь несколько лет в этой сфере, чем больше работаешь, тем больше и людей, которые тебе благодарны, и которые тебе, наоборот, скажем так, очень недовольны тобой. После чего, когда поработал несколько лет с ним, он начал потихонечку уходить от этой темы. И сказал мне, Серега, вот смотри, ты мне понравился, ты самый честный, порядочный из тех людей, которых я знал. Мне нравится свой подход, мне нравится все, что ты делаешь. Если ты хочешь, я готов поделиться с тобой теми людьми, теми связями, которые у меня остались, и отдать тебе их. И просто-напросто я взял эстафетную палочку и начал заниматься тем, чем сейчас занимаюсь. Когда это случилось? Какой это был год? Ух, наверное, 2019-й, где-то так. А, так это прям недавно. Ну, перед ковидными временами, да. То есть, если говорить вкратце и грубо говоря, ты считаешь, что сейчас мафия 3D2, если что-то случается на сцене, и ты всегда к этому причастен, либо знаешь, кто сделал и когда? Смотри, вот последнее утверждение правильно, я практически знаю, кто сделал и когда что сделал, но прямо, чтобы я центр мафии, это не совсем. Да, я знаю большинство матчей, которые делаются, но я не один такой. То есть, я, может, занимаю там, ну, пусть будет 40% рынка, владею информацией. Ты настолько значимая персона, что морф посвятил два ролика, можно сказать, по твоей персоне. Расскажи, пожалуйста, как эти ролики повлияли на тебя. Как сейчас, помню, лежал дома, под одеялом. Время было, по-моему, 10 утра или 11 утра. Мне разрывают телефон, я открываю, пишут один, что ты сделал, другой пишет, третий пишет, ты что? Ну, я открываю, мне кидают ссылку, я смотрю, думаю, нех, Сеге. Такой думаю, ну, конец, думаю. Потом пересмотрю ролик и понимаю, что все, что тут такого. Ну, да, там были ламповые истории у него, которые он выдривал из контекста и обернул так, что я там какой-то негодяй. Я позвонил всем тир-1 игрокам, спросил прямо, дружище, если есть вопросы, скажи, я сделаю все, чтобы, ну, как бы, это замять. Мне ни один игрок ничего не сказал, тир-1, тир-2, тир-3, никаких обид не было. Да, получился классный контент у него, немножко мемно с моими вырезками, как там кого-то угрожал, кого-то пытался в лес увезти, хотя все это, как бы, не совсем так, как есть. Было приятно посмотреть со стороны на себя, как что они думают люди, но правды в этой истории всего лишь процентов 10. Вот ты говоришь про 10%, которые там только правды. Можешь привести пример, что он сказал в ролике, но это очевидно ложь. Вот он сказал, что я там некий бандит, который вывозит людей в лес. Я никого не увозил. Твои люди делали это? Нет, не мои люди. У Володи были причинения игроки. Сейчас возвращаемся вот к этому предпосылку, там много всяких историй было. Были игроки, были команды, опять же, не буду сейчас их называть, хотя можно назвать, но просто не вижу смысла. Была одна команда, команда Фрэнс, в ней играли некие игроки, и один из них был очень один нехороший человек, с плохой репутацией сейчас. Опять же, я не буду давать ему рекламу, вот это точно, все поймут о ком я. И был состав, вот у него команда Фрэнс, там еще какие-то другие составы, не суть. И этот человек, как бы, он был немножко с мозгами. То есть он был лудоман, и он понимал, спустя время, какие матчи являлись, как бы, непосредственно договорными. И он принимал инфу, ему нужно там слить карту, и он бежал своим ребятам, рассказывал, типа, что нужно там поставить как можно больше на победу. И он портил матчи. Вот. И в ролике «Удоморфа» как раз об этом упоминается, что там какого-то человека вылезли в лес, там ножом в горло приставили, какие-то там армяне, либо еще кто-то там вывезли, там отобрали мобильный и так далее. То есть это сделал... Это сделал, ну, не я, как бы сделал, другие люди сделали. Да. Я думаю, что это сделал он для того, чтобы просто запугать этого человека и наказать его публичной поркой, что так делать нельзя. Потому что он реально очень много вредил матчам. Потому что, как я сказал, что ты можешь взять 300 тысяч рублей, поставить, получить плюс 300, и ты испортишь основной доход. Это как первый пример, да? Ну, я бы сказал, что это не прямо ложь, но это 50%. Просто на тебя... Ну, исковерженная права, исковерженная права. Допустим, там есть иконка, где я иду по торговому центру, у меня была группа, так сказать, учеников, проверочных юниоров, скажем так. Это, которых, собственно, меня и слили вот эти два ребята, один из Хабаровска, другой из этого. Я ему сказал, парни, смотрите, вот влаточном балансе, там 200 тысяч на моих денег. Поставьте, там, 30 тысяч на команду Team Sexy, что она как бы проиграет. Team Sexy против... Павел, что? Что? Какой прикол? Вот здесь Кэссен был, буквально Катя звонил. 3.2, на 2.0 был где-то около 6. Я уже кликнул. Поэтому, если хочешь, можешь забирать немножко. Прям наводка. Это еще раз, это не договорный матч. Казак, привет. Кто понял, тот поймет. Это была его команда персональная в Доте 2. И я просто посчитал нужным, что вот они проиграют. Я записал иконку, а они эту иконку восприняли, что это договорный матч. Здорово. Ну, исказили факты, что якобы я там как-то с ним связан и так далее. И таких можно взять очень много. Допустим, я им записывал этим двум ребятам. Ну, там у меня группа сидит 6 человек. Испытательный режим для них, да? Я им записывал всякие прикольные там видео. Так, иконки, что я там сейчас куда-то еду, там, вбросы даю. Иконки, если что, это кружки, правильно? То есть я давал им как бы испытательные такие вбросы, чтобы понять, сливают ли они мои видео и кружки куда-то другим людям. Потому что меня это доходит. Это нормальная практика. Это проверка на вшивость. То есть у меня все ребята, которые сейчас в моей работе, проходят проверку. Примерно полгода. Если я понимаю, что какая-то зараза мою иконку слила, она мне обязательно вернется. И я его сразу же выкидываю из группы. Так вот, и, собственно говоря, как бы я записывал всякие иконки со всякими вбросами. Что я там, короче, с командой Гидра сижу на буткемпе. Курю с ними травку. Они в то время вообще были в Сербии, а я был в Дубае. Ну, там даже видно, что я в тепле нахожусь. Ну, какое это? Ну, Сербия. Ну, то есть, понимаешь, да? Люди с мозгами поймут. А люди, которые вот нужно посмаковать и посмотреть видео Марфа, примут это за правду. И много-много таких фактов. Если у тебя есть скины, которые ты бы хотел продать в КС-2, Расти или в Дота-2, ты можешь воспользоваться сайтом Leeskins. Выгодные цены, быстрый трейд и многолетняя хорошая репутация. А также они спонсоры моей киберспортивной организации. Используйте мой промокод SHOCK и получите плюс 5 долларов к продаже ваших скинов, если они от 100 долларов. Ссылка на Leeskins есть в описании этого ролика. Раз мы уже затронули тему, вот эти вот ребята, которые как бы меня издали, я им дал матч. Это был, была, по-моему, Neon Лига Торнамент. Создатель этой лиги был как раз Антон Монетин. И он мне сказал, Серег, вот тебе депозит 6 тысяч. Я думаю, что команда Гидра сейчас победит 2-0. А говорит, можешь, пожалуйста, поставить. Я знаю, что они играют очень хорошо. Знаю, что это команда тир-1 уровня. Они играют против... Я не помню, против кого они играли, но можно ссылочку опять же вставить. Короче, турнир давался только на 1xbet. Еще где-то там давался, потому что это была, собственно, Лига, Neon Лига, которая была, собственно, разработана. Под правами 1xbet? Нет, нет, нет. А почему это было только на 1xbet? Ну, потому что это была, собственно, Лига, которая была разработана условно Монетином. А почему права были только у 1xbet? Не так это происходит. Если мы сейчас хотим поговорить про техническую часть, можем к этому вернуться. Ну, давай немножко, опять же, про спойлеру. Когда ты выпускаешь свой турнир, первый сезон обычно мало кто листит. И чтобы много листили, нужно занести там E-Grid. Все знают, о чем я говорю. Занести на Википедию. Занести еще куда-то там и еще куда-то. Так как это были первые, так сказать, попытки создать собственные турниры, собственные торнаменты, мы никому ничего не заносили. И нас залитили там буквально пару компаний. И одна из этих компаний была 1xbet. Они не покупали никакие права, никакие трансляции. Просто взяли и залистили. Так вот, и, собственно говоря, мы поставили на победу Hydra. Постали примерно около 600 тысяч рублей. Это потом мне выяснилось, что было поставлено 600. По факту я задекларировал 3000. Всего лишь 3000 долларов. 3000 долларов. Очень сильно верили команде Hydra, что они победят. Это была кристально честная команда. И, собственно говоря, как бы каким-то образом, я сейчас не хочу там никого обвинять, но либо кэри, либо тройка этой команды какие-то непонятные мувы вытворяли. Вот с такими глазами после игры они проигрывают первую или вторую карту, не помню. Я вот такой сижу, думаю, ни хрена себе, как они могли проиграть. Думаю, неужели и тут ставится пауза, Монетин звонит этим гидерам и говорит, вы что вытворяете, как вы могли проиграть этим лоу-скиллом? А там играли команды реально просто ни о чем. Как помню из этого видео, там морф ставил ФК на кэри. Просто ФК встал, такой уграл в руки реплатуры. Ну, что, убили? Ну, раз убили, ну, два убили. Возможно, был замешан. Не буду воскринять его, как бы, честь и достоинство. Ну, вот такой случай произошел. Ну, все, я говорю, 3000 долларов, он мне кидает 3000 долларов, все хорошо. Все. Все, тему закрыли, поехали дальше. А спустя где-то месяц я вижу, что вот эти вот ученики мои пересылают мои иконки всем. Я их кикаю из группы, говорю, ребята, свидание, простились с вами. Эти ученики тоже оставили этот матч, задекларировали мне 10 тысяч рублей. Я говорю, ребята, вы поставили все лишь 10 тысяч? Да, 10 тысяч. После матча что-то смотрю с настроением что-то не то. Потом выясняется, что они захерачили 450 тысяч рублей на 1СБ. Я не знаю, как они это сделали, видимо, они сидели до Талова верили, что все будет хорошо и ставили там 5 тысяч, 5 тысяч, 5 тысяч на КСН 7, 8, 9. Уже шансов нету, они ставят, ставят. У них задавилась на меня обида, что я их как-то подставил. И дабы откупить свои денежные средства, они пошли и слили в морфу непосредственно все вот эти вот мои приватные переписки в этом канале. Что за бред? Ну, такие есть люди. Хорошо. А получается, это все, речь идет про матч-гидр? Да. То есть, из-за вот этого конкретного случая, из-за нечестности моих, как бы, учеников, они мне об этом не признались сразу же. Они могли сказать, Сереж, мы тебя обманули, типа, поставили там вместо 10 тысяч 300 или 250. Типа, помоги нам. Я человек очень добрый, очень-очень добрый. Я бы с удовольствием отработал бы эти деньги, и они бы, ну, но они решили, как бы, мягко говоря, скрысить. Потому что до этого я им все давал, все заходило. И тут наступает человеческая жадность. Это одна из больших, самых великих грехов, наверное, в мире, в сущности. Они ставят место 10-250 и попадают на эти деньги. И после чего идут, сливают морфу. Спасибо компании Винлайн за поддержку этого ролика. Хочу вам напомнить о том, что я являюсь их амбассадором, как и они, нашим титульным спонсором киберспортивной команды Собиршок. Сейчас у них в предложении проходит очень интересный ивент. Он называется Винпасс. Есть 51 уровень, где в каждом из них вы можете получить призы за выполненные задания. Задания бывают простые, либо сложные. К примеру, пополнить счет на 1000 рублей, поставить 5000 рублей на доту, поставить 3000 рублей на одну карту и так далее. То есть задания разнообразные. Если вы их выполняете, вы получаете возможность прокрутки призов. Ссылка на Минлайн есть в закрепленном комментарии этого ролика. Возвращаемся к Гидре. В итоге они провели подозрительный матч, но ты их не обвиняешь в последних матчах. Да, ни в коем случае. Объясню, почему подозрительный. Еще раз вернусь к теме. Возможно, они понимали. Сейчас по мальчиках такая. Это очень важно. И так многие команды играют. Мне он показался подозрительным. Это чисто мое мнение такое субъективное или объективное. Сейчас не будем все эти умные термины применять. А когда турнир является не особо важным, многие игроки, это, кстати, еще одна проблема, которую можно обсудить чуть попозже, многие игроки забивают болт. Ему кто-то мог написать в Телеграме или девушке позвонить. Или мог за ног кто-то позвонить в дверь. Курьер, еду принести. Он мог отойти. Я не спорю. Почему? Он понимает, что призовые за этот турнир максимум 4 тысячи долларов. Они и так, и так заняли первое место, по-моему. И так, и так они выиграли. И такое немножко пофигическое отношение на игру. Почему? Маленькие призовые. Они понимают, что ничего страшного. И поэтому, скорее всего, не проиграли из-за таких вещей. Но после этого момента я не замечал больше в команде Гидры, да, то есть какие-то такие непонятные моменты. Были скандалы, к ним я причастен. Но ни в коем случае там не было трешества. И, кстати, вот это то, что вернемся к коммену Гидры, человек, которого выгнали, он мой общий хороший знакомый, Анатолий Лефитан. Я у него предварительно спросил, можно ли тебя обвинуть. Он сказал, без проблем. Я совершенно честный. Там, если чуть сбегать вперед, были какие-то игры, где менеджер наехал на него. Вообще, это, по-моему, казашская организация, если не ошибаюсь, где менеджер наехал и сказал, Толь, мы пересмотрели твои реплеи, и ты на реплеи открывал оверплюс. Это запрещено. Это статистика? Да, это статистика. Ты видишь, как бы, внутри игры, во время пиков, кто как что. Он пикал и своей команде как бы говорил, что сейчас пикнет враг. Это нечестно. Это нечестно, и он попался. Да, он использовал эту утилиту, и как бы, но он не скрывал. Это, наверное, единственный человек, который набрался храбрости и сказал, да, я использовал. Но что в этом такого? Это был турнир какого-то, ну, непонятного монятина, низшая лига. Мы выиграли, что вам нужно. Но, как бы, на крутых турнирах я такого не использую. Да, извините, простите. А что, организация Камедрида сказала, нет, нам такое не нужно, и поперла его. Вот. Поперла и сказала, все. Ты, молодец, что признался, но все, ты нам больше не вместе. Вот. То есть, это, как бы, с одной стороны, они красавцы, что так сделали, но, с другой стороны, честный человек, который признался в этом, если сейчас взять одну интересную историю рассказать, когда, сейчас будет, шок контент, в двадцатом году, если не ошибаюсь, а, или не ошибаюсь, ну, может быть, там, девятнадцатый год, был первый сезон ЕПЛа, это ее рублен про лига, было очень много грязи, завали очень много всяких команд нечестных, и за слоты отвечал такой человек, как таксист, никнейм. Грязный человек, очень грязный. И самое интересное, что, после того, как сыгралась игра, там был Лефитан, он играл в какой-то команде, он играл, по-моему, с ванскором, играла четверка, играла пятерка, Лефитан был либо четверка, либо пятерка, не помню. Они выиграли матч, достаточно с легкостью выиграли матч, и противники, как бы, из этой команды начали машнить. И непосредственно устроили проверку и обвинили Лефитану на то, что он был читер. Вот выбрали козла отпущения, и обвинили читера. Негласно, команды, по-моему, если не ошибаюсь. И потом, спустя время, выяснилось, что отвечал за все вот эту вот коллаборацию так называемый таксист. Никто не такой тексист, таксист. Я знал этого человека, он был как раз один из человеком, который подчинялся Володе. Я не стал всем там выяснять отношения, почему-то так сделал и так далее, и так далее. Тогда я не был так знаком с Анатолием Слефитаном, но на турнире была команда Burning Fire. Это была его личная команда, которая трешила вовсю. Вот это прямо сейчас публичное заявление. Мне скинули дота-матч этого бафа. Потом скину, перешлю. И непосредственно эта команда трешила. И вот, пожалуйста, вопиющий факт. Человек, который организует турниры, специально подставляет и кикает команду для того, чтобы его команда прошла дальше. Ну, это вообще просто возмутительно. Вот такие были проблемы. Этот тексист уже не работает, его уже смешали со всем понятно с чем. Его уже воли с криком, он больше не причастен в эту сферу. То есть, из-за таких полных поступков от организаторов либо от тех людей, которые выдавали слоты, происходит вот такая маханалия в Доте-2. Вот ты знаешь, что какой-то человек замешан в организации, он крышует кого-то. Вот сколько он зарабатывает в месяц? Как таковых организаторов нету. Здесь вопрос, если я, можно сказать, организатор, хотя я не разговариваю, я исполнитель, я лишь оказываю услуги тем людям, которые просят меня оказать эти услуги. Если организатор действительно крупный, там, сейчас представим, что кто-то из Тир-1 вытворяет какие-то черные дела, то они никогда не придут к таким, как ко мне, они просто заключат, у них есть, я уверен, что у них есть вип-счета, в каких-нибудь конторах они поставят там 6 миллионов рублей или приедут получше наличные скажут, я думаю, что моя команда сегодня проиграет или выиграет. ну или понимаешь, они кладут, мне так кажется, что так происходит, кладут там 10 миллионов долларов на стол с большими дядьками, заключают парень и таким образом делают. Поэтому, если отчаять надо вопрос, сколько они зарабатывают, я не знаю, потому что ты сейчас задал вопрос, сколько зарабатывают большие организации, ну, это никто не скажет. Но можешь примерно сказать, в каких объемах? Я не смогу сказать про себя, про других не могу сказать, потому что я сказал же, я не знаю, сколько зарабатывают организаторы более крупные, если это где-то происходит. Еще раз, если это где-то происходит. Я, еще раз повторюсь, работаю исключительно с игроками и с командами. Приходит человек, приходит, не важно кто, были такие случаи, что ставят еще на свою победу и тоже проигрывают достаточно большие деньги. Наверное, тут нужно поговорить о боли, какая боли и почему такие вообще произникают моменты договорной игры и так далее. Тир-3, тир-4 организации, они практически никем не спонсируются. никто не хочет брать юных новичков, платить им хотя бы 2000 долларов зарплату, то есть это всего лишь по 400 долларов на человека, никто не хочет держать это, это только зарплата в месяц. Поэтому многие игроки сами себе ищут, создают тег, ищут каких-то минимальных спонсоров, которые платят 500 долларов им на всю команду, это 100 долларов в месяц, столько слушаться в сумму. И дальше они уже приходят ко мне и вот как бы просят простой тотальный матч. Иногда на победу, иногда на поражение или еще что-то. И если это команда тир-34 уровня, я всегда говорю открыто, парни, говорите, когда будете играть, это уже принцип моей работы, диалог с игроками. Я смотрю лигу, если лига высокоукотируемая, я облачу такие-такие деньги. То есть я предварительно беру там два часа времени, чтобы проанализировать весь список букмекеров, где выдается этот матч, в линии, не в лаве и так далее. И говорю, если будет линия, парни там 3000 долларов, это грязными, 30% если в себе 1000 долларов. Устраивают? Они говорят, да, да, нет, нет. Я говорю, если будет лайв, еще 6 накинул. Я говорю, ага, всего 9, я говорю, да, 9. Сколько наших игроков? Ваши 7, мои 3. Они вот так вот думают, говорят, давай так, нас только двое в команде рабочих, это вот сейчас диалог реальности игроками, мы не уверены, что мы проиграем, давайте нам заплатишь 3 чистыми, а себе возьмешь там 1500. Я говорю, давайте, все, и поехали. Это вот если брать тир 3, тир 4 уровня, если речь идет о тир 1 турнирах, то тут уже не ядет твои условия. И они просто приходят и говорят, так, тир 1 уровень, хотим 20, 30, 40, 100. И тут уже либо я беру, обмозгу все риски, все протекции, которые могу сделать, и выдаю конечный результат. Если вот взять допустим Dream League прошлую, которая была в феврале прошлого года, да, я не помню, где она проходила, там сумма, ценник был за один матч порядка 50 тысяч долларов. Ответить небольшой. А работало всего лишь два человека. В команде? Ну, всего лишь два человека в разных командах. А, они смогли исполнять? Они исполняли, да. Но скажу честно, это были ставки, скажем так, на первую кровь. Это были ставки на... Которые не являли на игру феналя. Да, смотри, у меня подход к игрокам такой, что я максимально с ними честен и всегда им говорю такие слова парня. Я не заставляю вас сливать игру. Вы можете дать первые пять киллов, первые десять киллов, можете дать всего лишь один килл. Вы можете сделать четное. Это супер ставка. Прямо, это уже реклама пошла. То есть, что четное, это... Никак не доказать. Никак не доказать. Да. И ты знаешь, у меня были такие люди, кто сейчас играет в Тир-1 регионе, которые пятнадцать раз подряд отдавали ФБ и на них даже никто не подумал. И сейчас они играют в Тир-1 команде. Но! Сейчас они играют в Тир-1 команде. Я им пожелал удачи, сказал, дружище, ну, все могила. Он мне задал вопрос типа после Марфа. Это как раз вот тот момент, говорит, Серега, ты при меня там ничего никому не ляпал? Я говорю, слушай, расслабься, ну, ты же знаешь, кто я и что я. Причем этот человек я работал и на меня, и на Володю, скажем так. То есть, это как бы он уже 6 лет. Он уже 6 лет, но! Он сейчас Тир-1. Да? И никогда не угадайте, кто это. Вот, пожалуйста, 6 лет назад он уже держится. Но, скажу честно, когда он играл тогда, он играл в команде 3-3 уровня. И для него это было выживание. Я ему реально, ну, я не говорю, что такое Дар Татьян там, помогаю людям. Но для него это было выживание, у него не было заплата. Это были турниры Тир-3, Тир-4 уровня. Я ему за ФБ платил 1000 долларов. Себе оставлял 500. Большие деньги. Но 15 раз отдался, уже хорошая сумма денег. Хорошо. Четно-нечетно, правда, очень сложно догадать, что это было в итоге. Я всех заставляю, только немножко спойлер, ставить на четное, потому что, если даже почитать по математике, сумма двух четных дает нам четное, сумма двух нечетных нам дает четное, а сумма четная плюс нечетная дает нечетное. И 2 из 3 это всегда заходит. А какие коэффициенты примерно на такие? 1,85. Это достаточно. Вот почти их зло. Да, маршинальность букмекера составляет, по-моему, 15%, если ничего не путаю. На такие ставки мы ставим от 1000 до 3, бывает до 6. Хорошо. А какие есть еще ставочки, которые очень сложно спалить? Может быть, форы? Ну, давай самопопулярно. Давай самопопулярно, да. Первая кровь. Первая кровь. Четная-нечетная. Паржи, которые влияют на игру или которые не влияют на игру? Которые чаще всего используются в трешках. А, карта закончится до какого времени? 3-6 минут, 40 минут, да? Это форы по киллам. Когда играет команда всем команда Тир-1 уровня против команды Тир-3 уровня, и все, конечно, понимают, что коэффициентом победу даже 2-0 составляет 1.1, нет смысла ложиться. Они понимают, что они проиграют им и выбирают форы минус 20, минус 30. Ну, минус 30 это уже край, наверное, минус 35. Это прям край-край. Либо выбирают, что у них в команде не будет большее количество убийств, чем 12, 15, 16. Бывают экзотические ставки, а я делал их всего лишь ну, раз 15, это было, будет ли рапира в этой игре или не будет. Коэффициент на нее примерно 10. Риск минимальный. зато прибыль максимальная поставить 300 долларов в догонку, так сказать, то, что будет рапира или 400 долларов на выходе получить чистыми 3600. Это прям кайф. Ну, то есть игрок делает еще и другие события. Там 2-0 проигрывает, к примеру, да, или там еще фора отдает. И аккуратненько, аккуратненько собирает рапиру. Собрал, молодец, еще плюс вот вот это вот прямое общение к игрокам, когда я говорю, друг, вот есть такое вот. Я им все разжевываю, как детям малым, и говорю, есть такое, 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 это хочешь, делай. Я впервые делаю отдельную рекламу нашей премиум подписки на Собиршоке. Напоминаю, что она дает. Вы можете тренироваться в КСе и выполнять миссии. Чем больше вы выполняете миссии, тем больше у вас есть возможность зарабатывать токены. Эти токены вы можете тратить на открытие кейсов. И там могут выпасть любые скины, хоть даже нож. Вторая функция это дроп скинов. Вы видите, какие проигроки тренируются прямо сейчас. И вы можете к ним зайти. Каждый день у нас тренируется как минимум 100 проигроков. Четвертое это уникальные ивенты. К примеру, сейчас проходит Пикем. За каждый правильный прогноз вы получаете свои прокрутки призов. Там опять же скины, либо девайсы. Я еще молчу про отсутствие рекламы, резервные слоты, авик на деме и так далее. Функции подписки огромное количество, поэтому предлагаю ими воспользоваться. Сколько игроков в Тир-1 были замешаны в трешках, но они сейчас в Тир-1 все еще. Ну, количество. Ну, хорошо, давай так, чтобы не соврать, 10 человек точно вспомнить. 10 человек, с которым лично ты работал. А, с которым лично я работал, но сейчас либо не работаю, либо единичка, две, три случая. Ага. Ну, потому что, я объясню, они очень сильно держат за это место. Им не нужно уже это. Да. Ну, конечно. Им это не нужно и зачем. Но бывают жизненные обстоятельства, вот если мы сейчас проговорим про мэджер, про Дрим-гигу прошлого года, у одного человека были нехорошие обстоятельства, там, заболела мама и ему нужны были деньги. Если что, мы все время обсуждаем Доту-2. Чуть позже мы придем к АЭСу. То есть, там, заболела у него мама и непосредственно ему нужны были срочные деньги. Ну, я его сейчас немножко исказил факты, чтобы... И он там отдал пару с ФБ. Если сейчас зайти в твою записную книжку, какое количество проигроков у тебя есть, вот которым ты можешь прямо сейчас написать, позвонить, они тебе ответят? Около сотни. Чуть меньше. Чуть меньше. В инактив. Либо отстранены от бана. Давай возьмем сейчас вот нашумевшие новости, свежие, как бы, чтобы это прям недалеко уходить. Год назад игрался какой-то турнир, типа как ЕПЛ, и на этом турнире люди, для того, чтобы получить побольше денег, посадили вместо себя, посадили других, и чтобы те сыграли на победу. Они всегда играли, считай, на победу, и вот один раз захотелось чуть больше денег. То есть, они бетили на свои ставки, они получали с этого денег, они очень хорошо играли, состав там был такой Lil Screep, одного человека назову, все поймут сразу же, несложно погуглить, и за них зашли другие игроки. Кома, который раньше играл, если не ошибаюсь, Virtus.pro, его с позором туда выгнали. Им дали бан, жизненный Valve, и вот буквально две недели назад или три недели назад их ESL разбанило. был жесткий хайп, как так, за что, почему, они же занимались стритул-играми, не совсем. То есть, да, они ставили на свои победы, там, как бы, через других людей, там, условно говоря, там, да, или там, иногда лудили, и тут захотели немножко пожатничать, там, получить какую-то прибыль, почувствовали, вот эти запах денег. Сыграли, да, их запалили, забанили, сейчас разбанили. К чему это? Вот, пример, как инактив. Сейчас я с ним не общаюсь, потому что Кому перевели в Team Spirit. Кастером, Кастером Team Spirit. Кастером Team Spirit. Очень много было вопросов, даже у Карбана, возможно, он затрагивал, уже не помню, там, говорил я ему это, не говорил. Спрашивал у меня просто, тритут шел он или нет? Нет. Нет. Нет, не работал. Но, гемблил. Да, гемблил, да, выживал, потому что тогда он играл в команде, по-моему, Тир-3 стака, он всех от нас отрекся, сказал, что вы меня не пишите больше, не звоните, и вы мне больше не друзья. Опять же, человеческий факт, я его не осуждаю, просто говорю, все остальные остались дружить, общаться между собой, как бы, по сей день, да, там, пить кофе, чай, там, иногда выбираться на природу. Вот он выбрал путь, что все, типа, меня взяли Team Spirit, вы меня больше никто, отодвиньтесь, подвиньтесь, и вообще, я вас это, ну, знать не знаю. Ну, пусть будет человек 80 есть, которым я могу спокойно брать, спросить, как дела, привет, что делаешь? Или даже пойти по Лену курить, и при этом, если даже они играют в Тир-1 командах, мы с ними не обсуждаем 3-2. Никогда. Можно шутку. Вот, недавно была встреча, подошел игрок и говорит, Серег, я тут свадьбу играю, девушка Мерсдэ спросит, сколько нужно игр? Я говорю, одной хватит. Он такой, ты меня посмотрел, это шутка. Я говорю, разумеется, бро. Одной хватит, где? Какой Тир? Тир-1. Тир-1. А Тир-2, нужно две игры или три? Если постараться очень сильно, если брать мой комиссионный, одной хватит, а так две. Хорошо, давай еще раз, все-таки, я хочу получить этот ответ, Тир-1, сколько денег, обычно, в ставке, вашими людьми? До 100 тысяч долларов. До 100 тысяч долларов. Ну, около 70-100, правильно? так сказать, какая была самая большая ставка, наверное, или в среднем. Хорошо, до 100 тысяч. Хорошо, Тир-2? Пусть будет. От 10-ти это минимум. До, ну, я сказал 25, пусть будет 25. 25-30. Тир-3, ну, это до 10-ти. До 5-ти. До 5-ти. До 5-ти чистыми игроками. А Тир-4 мы даже не рассматриваем. Почему? Тысяча долларов. Полторы. И самое безопасное это делать на Тир-4, да? Всем все равно на них. Да, самое интересное, что я ничем не рискую. Я сижу вот, как бы, вот так вот, даже игру не смотрю. Мог пойти погулять. По сути, твоя история с Володей похожа на фильм «Человек, который изменил все». Он искал людей и нашел человек, который хорошо считает. Да, который хорошо считает и который очень круто относится с новым подходом. С новым подходом, да. Потому что, да, это были бородатые времена, 14-15-16 год, когда многие еще не знали о беттинге. И, кстати, еще маленький, опять же, такой прикольный предпосыл. Тогда очень многие люди очень хорошо зарабатывали. Если бы я бы сейчас был с этими знаниями, я бы сейчас был бы, наверное, ну, миллионов, сто долларов у меня было бы. В чем смысл? Тогда был клиент Dota 2, первый, на реборне, красный, и там продавались тикеты. Да. А тогда не было ни Twitch'а, ни HavkBeta, да, сайта, который показывает прямую трансляцию. Тогда просто был вот такой вот непосредственно как бы Twitch с задержкой там 5 минут или 10 минут. Ты мог смотреть матчи. Если ты покупал премиум-билет, который стоил там 5-10 долларов, ты смотрел с минимальной задержкой. Букмекеры тогда были очень несовразительные, и они давали задержку 10 минут. Там были ставки, разрушил первый тавр, первая кровь, еще что-то. Ты ставил 100 тысяч, заходил в игру клиента. Ужас какой. Тогда были такие необычные. Просто стопроцентные ставки. Да, я помню, ты поднял порядка 6 миллионов за 2 дня. Почему так мало? Понимаешь? До тех пор, пока ты не поймешь, что ты сказал. Я не знал, я знал только одного русского букмекера. Я ставил, ставил, ставил. Первая кровь, 100, 100, 100, 100, расчет, расчет, расчет. Потом они перехитрили меня, придумали правила о том, что повторяющие события на одно и то же событие признан аннулированными. И аннулили мне сумма ставок, там примерно, ну, я сказал, чисто прибыль получилась за время 6 миллионов. То есть так бы было в этом 20-30. Если бы на то время я знал бы иностранных букмекеров, которые давали. Сколько? Сколько? Ты зарабатываешь месяц? Да. Давай скажу, сколько я зарабатывал до того, как вышло, когда был пик, вот когда были DPC сезоны, когда было очень много команд, когда прям я вот так вот уже отказывался, сказал, нет, это не надо, это не надо, это все. Давай начнем с DPC-другой истории. До того, как сокрыли DPC-другой до Расседни Морфа. Слушай, в месяц выходило порядка, ну, да не собрать, порядка 30 тысяч до 30 тысяч. Голларов? Да. А это, смотри, это лично мои деньги, которые клал себе в карман. Это 70%? 30%. В месяц было бесконечное количество игр, 10, 15, 20, 30%. Причем это были и как Тир-3, и как Тир-4, и как Тир-2. А сейчас эта сумма уменьшилась примерно в два раза. Почему? Первое, DPC-убрали, нету как бы таких крутых проектов. Во-вторых, ну, там, черный PR у меня был какой-то, все немножко приутихли, затихли. Во-вторых, вся этот сумбур по поводу, ну, как бы, таких отмен DPC-лик, и сейчас очень мало турниров. Сейчас эти турниры практически Тир-4, Тир-3 уровня. Очень мало есть турниров Тир-2 уровня, и мажоры остались, миноры, мажоры, ну, а на них, как бы, очень редко. Давай вернемся к большим ставкам еще раз. Какая у тебя на памяти самая большая ставка, которая сыграла? Одной суммой или же за матч? За матч. По-моему, 120 или 130 тысяч долларов. Угу, и что это было? Интернешнл? Не поверишь, КС. КС? Да. Ну, смотри, это сколько я поставил. Ты лично поставил? 130 тысяч долларов. Вспомни поставку, пожалуйста. Я вспомнил. Там был на межнутри на план. Тридент? А что ты поставил? На что? На победу 2-0. Против кого? Не помню, честно. Это прям самая большая. Ты потому что классно аналитик или потому что у тебя инфа была? Не, инфа была, мне дали на добор. Они выиграли матч уверенно, но как, потому что они проиграли, они проиграли. Они проиграли уверенно. Они проиграли уверенно, да. Я не знаю, сколько там сумма была, может быть, 200 в сумме, может быть, 300. Ты еще так говоришь, что Тридент Клана это организация, которая занималась трешками. Да, сейчас посню почему, попозже. Смотри, мне не давали информацию, что они трешили. Мне искали ставить. Сейчас обвинять их я прям в тексте не могу, но в конце диалога мы вернемся к ним и объясню, почему я так говорю и так далее. Организация была построена максимально для того, чтобы срубить бабла. Игроки, на сколько процентов ты уверен, что игроки не знали про это? Без понятия, я не знал-то вопроса. Я не имел права -то знать вопросов, ну, потому что мне не говорили. Сейчас немножко поправочку несу. Там, по-моему, было три игры подряд, Традин был, еще кто-то был, еще кто-то был. Там еще доты были составы, куплены. Там писали все. Паримач жаловался, что, типа, ну, вообще там грабеж их обокрали на 60 тысяч долларов или на 80 тысяч долларов. Там прям заявления были в интернете, пестрили все, писали, что, блин, что-то такое на собакра... Как они назвали красиво? Аномальное количество ставок на нашем конторе было произведено на поражение. Я найду статью. Давай. Это прям было. Хорошо. То есть, и вот это была самая крупная ставка тогда, когда вот... Идти выпутили ее? Да. Хорошо. Получается, игроки могли бы не знать. Кто-то из них должен был знать. Кто-то, либо двое, либо один. На тот момент, я не могу сказать за всю команду, сейчас опорочу их репутацию, не в курсе. Могу сказать, что вот сейчас, последний там год, последние два, я знаю про этот состав. У моего, скажем так, бывшего босса, Володя Давать, Пипы, были куча партнеров. То есть, если вот кого бы назвал, наверное, боссом мафии, то это его. У него было просто по всему миру были и китайцы, и португальцы, и русские, и нерусские, и так далее, и так далее. У него было большое количество партнеров, много было и Тир-1 Дота, и Тир-1 КС, и так далее. И у него был, на то время я не знал его, просто какой-то свой на Ликипедию, открыть раздел Тройноклана, и этого менеджера можно увидеть. На данный момент, почему я про него рассказываю, он пропал, он уже не отвечает на связи где-то полтора года либо год, он потерял зрение, и, может быть, я не знаю, что всем случилось, я потерял всем контакт. Он создал, я не могу, опять же, с достоверностью сказать, что он является владельцем, но информацию, как бы, ему подоставлял этот человек, да, какие там внутренние темы были, не знаю. У него там был еще спортивный клуб какой-то, там, по Доте 2, тоже там был замешан во всех этих игрях на делах, и у него был вот этот стак, Тройноклана, где непосредственно даже, по-моему, была игра, она очень интересная, против Virtus.pro. Они играли, возможно, в 19-м году, либо в 20-м году, опять же, нужно посмотреть, где они проигрывали 2-0. И в первой игре произошел конфуз, что там была ставка минус 19,5, по-моему, форы, и она была под вопросом сгорания, потому что каким-то случайным образом подчеркнул, ничего не говорю, они хоть и не пытались победить, но каким-то образом забрали случайно 3 или 4 раунда. Лишних. Да. Мне дали эту ставку, я заделал у него порядка 10 тысяч в долларах, я поставил, смотрю счет, типа там, 9-4. Я такой, ого, сейчас еще один раунд и сгорит. И тут, короче, бум, прямо на трансляции выключается свет, там, трансляция была, это все можно посмотреть, это все в архиве. Выключается трансляция, все, трансляция выходит из игры. Вот, пожалуйста, вот факт, который общедоступный, известный. Все сразу же поняли, что это было, ну вот, вот, наверное, после момента эта организация уже пошла на спад. И уже они их не котировали, потому что, по сути, это все было понятно. Давай вот, давай с этого момента начнем про КС говорить. Рамзик, он играл очень хорошо все время. Кто это такой? Он в свое время очень хорошо играл. Насколько честно он играл? Нет, объясню тебе просто, почему я сейчас такое удивление такое сделал, может, наигрное удивление. В видеоморфа я что-то сказал, что я там звоню Рамзику или еще что-то такое. И опять же, это все перекрутили, переделали и сказали, что я звоню Рамзе сушишь и шесть. Вот, еще одна ложь. Вот, еще одна ложь. Рамзе за это потом извинялся, он делал пош, что это было не так. и я даже дал комментарий, что действительно это, ну я не знаю, что звоню, что-то такое Рамзику. Это, ну, но морф признался, что это было неправда. Ну вот, видишь, еще одно, но просто, 10% правда, 10. Да, но 90, она плюс-минус правда, 50 на 50, просто упрекрашиваю. давай про Рамзика. Мне очень он интересен, потому что про него всегда были слухи, что он был замешан в трешках. Но я хочу начать с его истории как Айсера. Он очень хорошо играл. Он играл честно? Понимаешь, я же тебе только сказал, что я в КС, можно сказать, так начал изучение, там, читать, изучать, как бы, отнесся к профессиональным точке зрения буквально два месяца назад. Как бы, я могу сейчас вернуться, там, в 2006-2007 год, возможно, он как-то с кем-то сотрудничал. Я не знаю. Ну, опять же, слухи, что там у него много команд, что он что-то делает, какие-то игроков там нанимает, это все слухи. Я не знаю, сколько он платит им, я не знаю, всю подноготную. А даже если знаю, не имею права разглашать, да? Но, то, что у него есть какие-то там команды, и что он там с ними работает, не работает, скорее всего, правда. Но, опять же, это все из-за общедоступных фактов. И он занимается этим все еще? Без понятия. Это не мой друг, не мой, как бы, ну, близкий. Просто знаю, просто знаю. То есть, вот как я знаю Володю, как знаю его, как знаю этого, так знаю того. Какие у него команды? Можешь хоть одну назвать? Или, может быть, та команда, которая уже распалась, ее нет, но просто она была под ним. Возьмем трейдинг план. Тридент тоже он? Ну, он был замешан в этом, наверное. Ну, смотри, тогда не было, тогда были монополисты. Если что делать, то делать, вот, там, вот один партнер, другой партнер. Как будто это, наверное, было так. И то я, спустя даже года не стал звонить Володе, говорить, Володь, расскажи мне всю правду. Ну, зачем? Ну, я думаю, что, наверное, как-то так, Это, опять же, это мое личное мнение. А если взять доту сцену и кс сцену, какая разница? Что более продажнее? Где больше развита трешка? Наверное, в кссе. Серьезно? В кссе больше денег, намного больше. Сегодня был матч. Так, так. Не могу сказать, мы, не могу сказать, что за матч был, но сегодня он был. Сегодня был матч. Сегодня был очень интересный матч, там играли ребята, с радаром, и он не оставил. Не то, что я там сейчас рвусь осваивать этот рынок, Counter-Strike, но, опять же, я сейчас выступаюсь в роли, у меня нет таких команд своих, у меня нет ничего. Я просто оказываю услуги по добору. Я даже не знаю, что они делают. С хаком, может быть, может быть, другие работали. Ты просто знаешь, что произойдет в итоге матч? Просто мне сказали, делай, делай. Сколько нужно? 10 депозит, 20 депозит? Я говорю, поставлю 10 для первого раза. Скинули депозит на Binance. На Binance? Ну, а как? Зачем? На любой кошелек. Проще Binance. А сейчас сыгран, ты выиграл, но скажи, как это случилось? Тебе кто-то написал, когда? Когда тебе написал человек, который сказал, вот на этот матч поставь? Сегодня получил. Сегодня? За несколько часов до матча? За 10 минут до матча. А ты ставишь, ставил вставки на аналитику, не знаю, подумать, что кто реально может выиграть? Были всякие заказы прикольные, типа там, так называемые, но сейчас мы уходим уже в большой спорт, NBA, да, когда там подлавливают, но это же другая сфера, это сфера смежная, так называемые коридоры, когда букмекеры ошибаются и дают, допустим, фору на одну команду, то, что будет total 230 мячей, больше, а другой дают фору, то, что, точнее, total дают, что будет меньше, там, чем, Ну, я сейчас специально взял, ставишь и на то, и на то, и в любом случае ты в плюсе. То есть, либо она выигрывает, либо вторая выигрывает. А если еще попадается в этот коридор, получаешь их два прибыли. Зачем это полезно, забегая вперед, для создания минусовых аккаунтов. Это очень круто. Ты поставил на одной аккаунтуре 500 тысяч, на то, что победит Спартак, с коэффициентом, пусть будет 1 из 7, и поставил на ничья, либо победа второй, на коэффициент, там, ну, пусть будет 2 из 4. Минимальная маржа, там, убытки, пусть будет минус 2 процента, или минус 1 процент, надо посчитать, я сейчас так, все, у тебя получается на новом аккаунте минус 500 тысяч, он прогретый, букмекер считает, что ты лунаман, а на вторую компанию у тебя, ну, плюс, и ты ничего не потерял, сделанный на свой аккаунт. Ты в этой нише уже несколько лет, ты можешь вспомнить ошибочный прогноз? Вот тебе сказали инфу, ты поставил, а в итоге не получилось. Таких очень много. И кто ответил за этот вариант? Игроки. Они отрабатывают, они отрабатывают, либо отдают деньги, кто может отдать, отдают, кто не может, отрабатывают. Есть и такие игроки, опять же, вот я сейчас не буду, он вот так там бедно настрадался, игрок тир-1 уровня, из очень крутой команды, у него болезнь, я ему очень сочувствую, он связался не с тем, с кем нужно, кстати, при нем, возможно, выйдет скоро разблочение на канале Марфа, потому что один очень нехороший человек, который с ним связался, так сказать, на тир-1 сцене, он очень отшантажировал, отшантажировал, чтобы тот отдал деньги, и тот сказал, отстанет меня, я больной человек, типа, я там тебе должен немножко денег, типа, отработаю потом, а этому человеку нужна как бы хайп, и он решил его слить Марфу, и вот, возможно, через две недельки это такой... Тир-1 игрок активный? Очень жалко будет, уже... Настолько будет много профилов, что его должны будут убрать, да, из команды? Мне очень жаль этого человека, это очень хороший человек, но это заслуженно будет, то есть вся информация, он не совсем, он стал на свою победу. А это разве не... Ну, это... Это тоже запрещается. Запрещается. Когда с ним общался, он говорит, Сергей, типа, я, ну, реально больной человек, меня отправили на лечение. Больной человек после... Больной человек лудоман. Лудоман. Я, говорит, проиграл более миллиона долларов, я вот все это смотрю, думаю, ну, как так, он стал на свою победу, где-то ему везло, он зарабатывал, где-то ему не везло, даже у меня он ставил на свою победу, когда он уже играл в команде, не такой популярной, и только у меня он проиграл порядка двух миллионов рублей. И я говорю, давай не будем, пожалуйста, ты играешь в плохой команде, там тебе не светит ничего. Он говорит, нет, Сергей, это мои деньги, поставь. Пусть комьюнити сама судит, правильно он это сделал, неправильно, но он признался в этом. Кстати, он давал интервью, он признался, что он лудоман этот человек, и что у него есть проблемы, поэтому, возможно, его и оправдают, этого человека, как бы, но... и такие проблемы тоже существуют на тир-один уровне. В какой момент происходит такое, что игрок заходит в трешки? Что с ним? У него же есть возможность развиваться, становиться лучшим игроком. Ну, смотри, если взять, опять же, тир-тир-четыре уровень, нехватка денег. Честно, нехватка. Ну, мне реально жалко игроков. Ну, у нас сейчас спонсируют только тир-два, тир-тир-один команда, тир-два, тир-один. Никто не хочет брать. Вот буквально недавно мы создали состав, лично я создал состав, начал, ну, так как у меня не было времени заниматься, я дал очень на ходу хорошему человеку. Он обрабатывал зарплату на один месяц, они плохо играли, он сказал, ребята, я вам больше не плачу. Они сделали ренейм, и сейчас они играют EPL, вот прямо сейчас. И они победили, скорее всего. Ну, сейчас посмотрю, и они победили, и очень хорошо играют. То есть они там спустя там у меня месяц и достигли хороших результатов. А из них никто не трешит. Да? Да. Да? Выиграли? Первую карту, да. Ты сейчас про доту? Да, причем, ну, это как бы хоть и такой себе турнир, но они не играют сейчас честно. Сейчас честно. То есть тут нет никакой поставки. Да, никакой поставки нету. Зачем они играют честно? Хотят выбиться люди. Раньше как было, прошел DPC, ты герой. Все, уже можно что-то. Сейчас очень сложно как выбиться. Или вот, к примеру, смотри, сейчас про КС такой факт. Есть турнир очень интересный. Это по КС то есть он 21 на конце. Понимаешь, о чем я? А, Юнайт 21? Я не говорил этого. Ты не говорил. Я не говорил, да. Это турнир теперь 4 уровня. Для юных дарования там играют ноунеймы. Прямо ноунеймы. Так вот, они продают свою трансляцию на БК, получают свои денег, только призовые не платят. Знаешь, почему? Потому что они зарабатывают на матчах? Они не платят призовые, потому что у них есть две свои команды подставные, которым дается монитор. Я думаю, знаешь, что это такое. Монитор. Прям монитор. Прям вот дается опс, прям несколько мониторов и даже не радар, просто вся, весь опс. Зачем? А, это просто гоутиви. Просто опс, да. Вот гоутиви стоит, монитор, да. Им дается монитор, их команды всегда побеждают и команды входят всегда первых трое место занимают. Так, ну ладно. И все. И они не платят призовые. И вот представь, да, я на юно дарование в КСе, хочу выиграть этот турнир. Тужусь, тужусь и не получается. Многие заходят поиграть и нечего поиграть. Кто-то кинул, кто-то не заплатил. Вот тоже самое, да, серия турниров, где Бернинг Фаррелла причастен за этот, этот таксист. Кстати, есть он человек, еще не буду менять, он работает в СЛ, он банит официальных игроков, ищет на них компроматы. Ладно, скажу, нарад, известная личность. И он, как минимум, угрожал десятерым моим игрокам без основания. Душил их, он говорил, признавайтесь, гады. И душил, пытался их забанить. И самое интересное, но даже в его окружении есть те люди, которые по уши сидят в дерьме. И которые вот, ну, причастны к организации тридцатурниров. Вот тоже самое таксист. Еще один человек, который занимает уже повышен должность, не буду говорить его, там, девочка рыжая. Да. Знаешь, да? Она тоже как замешана. У меня нет никаких доказательств, никаких фактов, это просто слухи. Как проходит сценарий? Игрок Тир-4 становится трешником. Вы ему пишете, он вам пишет, как найти, вот я трешник, нет, я в Тир-4, плохо играю, но я вижу, что все, я не могу, хочу деньги. Он попадает на какой-то такой вот турнирчик, неважно каким образом, инвайт прямой, либо выигрывает, он понимает, что он ничего не сделает там. Он связывается со мной. Как он связывается с тобой, как он находит тебя? Ну, смотри, я не даю никакую рекламу, у меня нет никаких телеграм-каналов и так далее. Сарафан на радио. Я ни разу нигде не оставил свой контакт. Можешь через Морфу, может там где-то увидимый телеграм. Даже вот сейчас, в чем у меня нет ни единого мысли как-то себя припиарить. Тот, кто хочет себя найти. Он приходит, вот приходит какой-то зеленый, что он у тебя спрашивает? Привет. Как можно заработать? Хочу заработать, да? Я вот тебе же четыре года. А, кстати, сейчас давай расскажу историю прикольную. Сейчас, давай вот. Я хочу заработать, да, действительно. Я хочу заработать. Сколько дашь за матч? Нас двое. Я говорю, какой уровень? Он говорит, там, допустим, EPL. Я говорю, ага, 3000 долларов. Он говорит, за что? Я говорю, выбирай сам. Я говорю, я тебе за эту ФБА сделать. В двух картах. 1500 за первую, 1500 за вторую. Все. Кстати, вот по поводу, как находит. Буквально месяц назад, я не буду назвать контору, потому что это будет прям очень некрасиво. Буквально месяц назад, а, пусть будет два месяца назад, ну, от месяца до двух ко мне обратились игроки. Привет, я от тебя наслышан. Все, ноу-нейм, он написал с анонимки. Типа, мы играем-то там-то там-то, такие игры, можешь нам платить? На постоянной основе. Я говорю, а чего вам не платят? Он говорит, да, платят мизерные деньги. Я говорю, сколько месяц? Он говорит, 600 долларов. Я специально еще поменяю сумму, чтобы не было. это как бы условия лиги, которые крутятся, ну, стоп. Это называется коммерческие лиги. Там H2H возьму, там еще какие-нибудь там, какие-нибудь Esport Battle, там, ну, такие лиги, в которых игроки могут левачить и могут, ну, продавать где-то на сторону свои прогнозы. То есть, я не обвиняю эти лиги, сразу же говорю. То есть, я просто говорю, что некоторые игроки немножко некрасиво поступают. Ну, хотят подзаработать, потому что маленькая зарплата у них. Написал мне игрок, говорит, у нас условия там пять человек, мы гарантируем результат, тебя не подведем. Я говорю, как сейчас хотите делать матчи? Он говорит, один матч в день. Сколько просишь? Он говорит, тысячу. Я посмотрел, говорю, много. Он говорит, сколько, Даша? Я говорю, Он говорит, почему? Я говорю, есть там-то, там-то, там-то. Он говорит, что так мало? Я говорю, слушай, 500, это еще хорошие деньги, потому что я понимаю, что эти лиги на постоянной основе можно каждый день получать 500, да, там, себе оставляю 300 долларов и, как бы, ну, нормально питаться. Он говорит, хорошо, давай делать там два-три матча в неделю. Все, поехали, работаем. Сколько тратишь в месяц? Уф, по-разному. Бывает, могу потратить и 10 тысяч долларов, а бывает, могу потратить и 3 тысяч долларов. Но твой заработок никак не зависит, он никак не может быть стабильным, то есть ты можешь заработать 40 тысяч долларов за месяц, а может быть в следующем месяце 10. От этого я страдаю, тут ты действительно прав. Это как бы мой минус, я хочу, как бы, наверное, можно ли возможно с моей репутацией такое сделать. Вот честно, я бы хотел, наверное, как бы, знаешь, встать на сторону букмекеров, потому что я знаю полностью всю подноготную всего, есть специальные софты, боты, которые написаны мной, которые палят эти 3-2-2-matchи. Я не знаю, почему букмекеры до сих пор не додумались до этого. Достаточно написать простой софт, который определяет просадку коэффициентов на большинство компаний и моментально этих игроков банить. Одно из моих разработок за самым году, это за биржа ставок, который там писал, да, там был интересный бот-паук парсер, который сейчас очень сложно написать, поэтому я могу сказать вот у нее вслух, который гоняет по всем сайтам, прям мировым, всем, там, не знаю, пусть будет тысячу сайтов, и каждую там минуту анализирует коэффициента падения. Если он понимает, что, допустим, в Китае коэффициент сейчас был 2, а просил на 1,5, а во всем мире основном 2, значит, уже пошла просадка в Китае. Но букмекеры борются, здесь, честно говоря, борются, борются с такими игроками. Окей, букмекеры борются, а как бороться с Вальвом? У них есть пожизненный бан за трешки. Правильно ли это? Да, я думаю, правильно. Если спалили игрока, это правильно. Считаешь ли ты, что игроков должны наказывать за такие трешки? Я думаю, да. Если он именно сливает и проигрывает, я думаю, да. Есть такие, которые даже в моей памяти попадались, они ставили деньги, играя на этой лиге. О, давай возьмем 1xbet. Был 1xbet турнир, там еще был админ, который со мной был на контакте постоянно. Он знал, что это моя команда, я ему пообещал, что моя команда не будет трешить. И я взял слово честное. Это была команда GFZ178, там играл Лис Крип, Парадайз и другие люди. Там играл еще брат Флая, Пикачу. Что происходит? И была пятерка какая-то, или какой-то один игрок был немой. И его никто не знал. Этот игрок заходит и ставит то, что он отдаст в ФБ. 80 тысяч рублей на 1xbet. 1xbet-овская лига. Во время игры мне ставится пауза, мне пишет админ, говорит, слушай, у тебя какой-то дебил поставил на ФБ. Если сейчас он отдаст, я эту команду нахер кикну. Он идет, отдает. Я вот такой вижу, ни хрена себе. Какие же есть дурачки. Там был менеджер очень хороший, не помню, как его зовут. Мы потом собрались втроем с этим админом 1xbet-а. Я говорю, парень, давайте просто не будем наказывать, пожалуйста, умоляю вас, это репутация. Они говорят, окей, возмести нам эти деньги. Я говорю, я готов возместить. Они сказали, не надо. Мы его забаним, они ему заблокировали деньги. верифмена начали и все, не выплатили. Но додуматься со своего аккаунта свою фамилию поставить. на матч этой букмекерки. Почему в Китае все подвязано под паспорт, но там настолько развита трешка? Неужели ничего не боятся люди? В общем, там за это наказывают, и сажают. Но почему там настолько это развито? Опять же, просто вопрос денег и коррупции. Нет, это очень сложный вопрос, на который я могу, наверное, просто пофилософствовать и, скорее всего, попасть в 40% правда. В чем смысл? В количестве денег ты прав, это первое. Во-вторых, там менталитет другой. То есть, если, допустим, я имею три человека, которые, допустим, мне помогают ставить, и там или четыре человека, и в теории это где-то может усочиться, либо, допустим, сам же букмекер, если одна компания белорусская, это как раз те матч, которые были поставлены, где суда стоишь долларов, когда сумма была поставлена, они сообщили другим букмекерам о том, что у них пройдет аномальное событие ставок происходит. И они нам позвонили и раскидали эти тоже деньги по другим компаниям. То есть, они знали, что это будет играемый матч. То есть, вот такая утечка может быть, да? То есть, в России это один менталитет, а в Китае другой менталитет. И если там Китай сделает свою лигу или свой матч ведет, или у него своя спортивная команда крутая, он либо старается делать все один, и это позволяет провайдер, к примеру, ну, возьмет там VKGAME.CC, да? Или же там OBI сайт всем известный или Crown, и на этих сайтах ты логинишься, где бы что? 20 тысяч долларов и переходишь по трем разным сайтам. То есть, это как бы, как сказать, примерно на наши лад перевести, чтобы зрители было понятно. То есть, если мы обязаны закинуть на все русские компании, да, там, по 10 тысяч рублей, и потом с каждым вот это вот там вытворять и геморрой себе собирать, то в Китае ты закинул в одно место централизованное и с одного места поставил на 5 разных компаний. И там не нужно, как бы, такое количество дропов, не нужно такое количество людей доверенных. То есть, человек зашел на 3 сайта, в каждом сайте у него сайт, сайт, сайт под сайтом и сделал ставку там в 20 тысяч долларов на одном сайте. Ну, имеет 3 букмекерки на этом сайте. 50% денег, которые ставятся на матчи, ставятся в Китае. То есть, 50% в Китае, там, 20% в России и 30% на европейских анонимных компаниях, условно говоря. А сколько матчей там проводится и организовывается, ну, честно, не могу сказать статистику, но я думаю, ну, тоже 40%. Китай первое место, да? Второе место? У кого большие страны? Странная СНГ и Россия. Россия. Да. Третье? Европа, Америкоса. Это проблема киберспорта или спорта? Это общая проблема? Это общая проблема, это общая болезнь. Опять же, нехватка денег в лоу-турнирах. Все турниры, которые прилетают, вот мне прилетают каждый день, какие-то футбольные матчи там просят поставить, даже сегодня прилетало три штуки. Какие-то, какие-то вот, не знаю, там, африканские турниры, какие-то там, испанские, какие-то, ну, прям, всякие лоу-лоу-лиги, на которых, дай бог, поставишь там, 500 долларов в России, в сумме. В Европе там тоже 500, все, это максимум. Веришь ли ты в то, что на тир-один турнире может быть сценарий? Заранее расписанный? Заранее расписанный, кто должен выразить? Это все масонские мои мысли. Вот, то есть, мы недавно играли, опять же, никого не обвиняю, господин Карабан, привет, есть два стака, Йоу и Судмарин, и Тим Спирит. Я уже вторую игру замечаю, когда Тим Спирит случайно проигрывает одну игру. Первую игру они играли, примерно, полгода назад, коэффициент на 2-0 был 1.1, они одну игру случайно проиграли, но выиграли 2-1. И вторая игра была недавно, Йоу и Судмарин против Тим Спирит, тоже случайно проиграли вторую игру. Возможно, просто, опять же, по барабану, что это была за игра, возможно, просто расслабились. Не знаю, то есть, это громкое такое объявление, что где-то, что-то, какие-то будут масонские заговоры, но... Но ты в этом в странности. Я вижу в этом странности, да. Просто мне непонятно, почему команда Тир-1 уровня немножко забивают на игру и отпускают противников, которых они должны просто размазать. И причем, вот когда игра была примерно полгода назад, я сейчас не помню эту игру, но можно будет ставить тоже, противники реально вообще слабые. Там коэффициент был 12 или 15. И там пик был смешной. Возможно, тестили пик. Там был, условно говоря, снайпер, который был на то время неметовый, в саппортов взят в таком формате. И пик был очень странный. проиграли. А недавно они просто, ну вот вчера было играли, позавчера. Случайно проиграли, думаю, что случайно. Но опять же, всегда закладываются в голове мысли, ну что-то, какой-то сценарий. Но, ни в коем случае никого не обвиняю и думаю, что просто случайно. Помнишь ситуацию с Нави? Как ты понимаешь, Нави это тир-деж-бет. Есть игрок Перфекто. Он купил Негев во время матча и его дропнул. Покупка Негева на профессиональном матче это очень редкая история. ее нет смысла делать. Никто не играет с этим оружием. Но прикол в том, что была ставка на жж-бете купит ли кто-то из игроков Нави Негев. Коффициент с Нави был 500, да. Эту тему замяли. Скажи, пожалуйста, какие у вас были мысли в комьюнити насчет... Я видел этот курьерный случай. Вот примерно такой же, как, наверное, и у тебя в голове. Или как у большинства людей. Я не говорю про твою голову. Ну, просто, мне кажется, что что-то было спланировано. Как ты сказал, сценарий был. Ну, потому что если еще была ставка, то... То есть, возможно, это либо игрок сделал, да? Либо это был приказ сверху сделать, либо еще что-то. Без понятия. Лично мое мнение, что что-то есть. Что-то есть. Мне все-таки матчи вызывают подозрения. А если... Можно ли наказывать человека, который сделал это в шутку? То есть ставку поставил стример какой-то. Он сделал пост и, посмотрите, пацаны, поставил, что есть, нам перфекты укупятся. Часто подставляют людей тоже. Вот. И человек... И вот перфекты решил купить. Просто в шутку. Он... У него нет никакой выгоды с этого. Я понимаю, да. Его нужно заказать за это? Нет, я против. Я предназначен, потому что это реально бывают случайности. Бывают всякие свиньи, которые реально так подставляют. То есть они могут быть инфоблогерами или инфо-сыганями там, которые будут специально делать каждую ставку в каждой игре, чтобы потом обвинить этого игрока в том, что он 3-2 тушит. Я думаю, что кто-то к этому был причастен. Но, опять же, наказывать за это не вижу смысла. Во-первых, потому что такие случаи в Доте бывают, когда такие вот всякие моменты подставляют. Там, да, вот я сказал, можно взять 300 тысяч рублей и убить любой матч и сказать, что они 3-2 тушат. Если вдруг случайно они проиграют, то можно сделать такой хайп, что их просто сожрут в комьюнити. Есть очень один прикольный сайт, как Pinnacle. Да. Да, он играет Центробанком. Там наигранные лимиты могут быть 1000 долларов на них на турнире, а на них на бывают 100 долларов. Ну, в общем, EPL. А там играет команда Virtus.pro.exe в Na'Vi. Тебе достаточно даже 1000 долларов, чтобы убить коэффициент в пол на ФБ. Как даже 500 долларов. Ты ставишь то, что ФБ дадут Na'Vi, начинаешь с коэффициента 2, заканчиваешь 1-1. Слушай, вот насчет КСК, о, насчет Дота мы поняли. А в КСКК какие самые продажные ставки? Это что, пистолетки? Первая, вторая? Ух, наверное, форы. И нечетно, да? Форы, пистолетки. Смотри, шестой раз повторяю, но я обязательно, наверное, попозже. Да, если что, Сергей не особо разбирается в КСе, потому что всю жизнь был в карьере в Доте. Я думаю, что мы запишем еще одно интервью через полгода. Да, кстати, у меня возможности с полгода будет связи чуть побольше. И возможно, кто-то придет со мной в компанию. Кто-то придет. У меня уже есть такой человек, но, как сказать правильно, я с ним вчера переговорил, я говорю, может быть, ты придешь вместо меня в таком формате? Он говорит, Серег, если я приду, на всем. Я говорю, не надо. Через полгода. Будет, через полгода, если он закончится этим, либо еще что-то, я не обещаю, не могу говорить, может, придет, да. То есть, он является непосредственно таким очень крупным игроком в эту сферу. Игроком в эту сфере. Не буду говорить, чей, кто там ученик, откуда вылез, но у него там есть все. От начала до конца. Даже есть пару команд на Hell TV, которые сейчас занимают в топ-стол. Хорошо, я бы хотел пройтись по вопросу законности. Были ли у тебя люди, которые ответили по закону за то, что они делают? Именно кого-то посадили в тюрьму или наказали как-то по-другому? В тюрьму, по закону? Ни одного. У нас, к сожалению, законодательная база очень слабая, развита. А если это было бы в футболе? Наверное, были, но я в футбол, у меня нет никого в футболе. Ну, то есть, киберспорт с риском сложен для людей, которые пишут законы. Да. Почему ты не боишься отдавать такие интервью? У тебя же есть риски. Почему ты палишь лицо? Почему ты все рассказываешь? Ну, смотри, во-первых, меня уже как бы сдали, да, что я ничем таким не занимаюсь. Я всегда, если что, как уже сказал, скажу, что, ну, представь, в пресса, завтра химия там налоговая, или проверка, или проходительные органы, окей, пожалуйста, вот, у меня есть контракт с игроком, который просил поставить на его победу. Или его мама просила поставить на его победу. Ну, что, ставки запрещены? Уберите, уберите, это букмекер всех. Ну, типа, он просил поставить на свою победу. Ну, понимаешь, да, смысл? Он проиграл деньги. Я могу показать минимум на миллионов 30 таких ставок, где игроки проиграли свои деньги. Был недавно матч в КС, где ставились на победу. Да, они играли с радаром, да, они проиграли. Бытки составили примерно 15 тысяч. С моей стороны. Как можно проигрывать с радаром? не хватает скилла. Это Ремарк Вала. Мы сейчас к ним вернемся. Очень много грязи было. Астрали, с Перо. Я попал, скажи, да. Ладно. Перо слышу. Я читал новости, как там кого-то кикали что-то во время игры, либо еще кого-то. Так там каждую вторую команду кикали. Ну, кстати, вроде Перо, там ничего такого не было. То есть, возможно, ты как профессионал больше разбираешься в этом, но, допустим, я могу назвать те команды, которые кикнули и которых признали. Могу прямо сейчас зачитать их. Или как? Когда мы будем нас обсуждать. Давай пройдемте по списку команд, которые были точно с говном. Ну, вот смотри, давай, берем немножко предысторию, так же, как в Продоту, так же, как в КС. Я недавно начал разрабатывать, так сказать, два месяца назад просто по фану, потому что не заняться нечем, не захотел дальше развиваться, разрабатывать радар для КС, потому что тут очень много всяких слухов, радар, радар, там радар, тут радар. А у меня есть очень один очень интересный друг, с которого я знаю уже года три, программист. Вот. И, собственно, появилась идея сделать этот радар. Достаточно быстро написали, проводились очень много тестов, никого не банило, и тут мы такие говорим, ну все, надо выходить на Airmarquale. Сделали пару команд, даже в лобби не зашли, бан. Да. Да. Начали разбираться. Airmarquale там было, по-моему, три было этих. Четыре. Четыре этих, как их называются, правильно, скажи мне. Квалификация открытых. Квалификациях. На первых двух мы обосрались, на третьем четвертом мы выступили. Далеко не прошли, в итоге, как бы, ну просто не запалили, то есть смогли за краткосоверочный урок, я считаю, что это крутой прогресс, человек, который вообще не разбирается в этом, но пройти дальше. Ну, нас переехали, потому что игроки были прям ноунейм, ноунейм, не знаю, YOLO 3000 максимум у них. Да. Я пока не разбираюсь в этом, просто знаю, что такое YOLO. То есть, далеко не пошли, но, как бы, считаю, как бы, за этот месяц, за последние два месяца я очень много, что узнал про КС. Вот, и опять же, следил за каждыми новостями, кого там банят, кого не банят, кого там кикают, кого не кикают, и, допустим, там, ну, собрал огромный список, вот, общедоступный, я думаю, тебе он тоже знакомый, ну, давай могу, как бы, озвучить, то есть, не знаю, их кикнули, обвинили, запалили. Quick ES, ES Sport, Quack, ES Кострома, причем они словили и на FACITY бан, там, и так далее, Hard For You, то есть, вот, я вот, как бы, сейчас тебя спрашиваю, лишь для того, чтобы понимать, правильно я? Все эти названия знаю, да. B52 Team, да, да, A7 Hey Y, да, и прям, админ вручную, вот на RMR-квалах просто зашел в лобби, начал чекать и отлетели. Это прям свежие стаки, которые были собраны, ну, под RMR, это все ваши? Какие-то из этих команд наши. Какая из ваших команд дальше всех прошла? Не могу сказать. А, ну, дальше всех это куда? Нашел цвей? Не, никто не прошел туда, не хватило уровня. Не, серьезно, не, серьезно, мои нет, но парнерам, да. А, конечно, была цель выйти на RMR, в Бухарест, в Румынию? Хотелось, да, ну, смотри, мы делали ставки и на победу, и на луз, разумеется. То есть, вот, давай так, вот этот экспириенс, который я сейчас ляпался, да, будем так сказать, который я вот дилетантским образом подошел, не имея опыта, он мне принес за этот месяц, ну, около 10 тысяч долларов, даже 15, 10-15. Как бы я вот сейчас удивился, что вот на турнире вот этого, который сейчас был, RMR, да, очень слабый античит, его вообще практически нету. Да, его нет. И, честно говоря, я не знаю, зачем вообще такие турниры делать, вот ты опять же говоришь про болезнь, зачем делать турнир, вот так вот позориться, да, когда лучше его не делать. То есть, взять Faceit, идеальная система антибана, античита, туда даже не зайти, если нет приватного, прям приватного, приватного. То есть, я то, я тестил игрок, ну, тестил, как бы, дымокарты, там, ставил прошивки, давал игрокам, их не так много, пока что не так много, но никто больше трех дней не проиграл. На Faceit? Да. Все банят. Молодцы, ребята, молодцы. Красавцы, лучшие. 99% успехов, это их античита, их сайт, поэтому, спорный. Я не могу не промолчать. Перо, Пермита, Александр Флэш, почему ты про них ничего не говоришь? Ну, как сказать-то, первое, во-первых, я не особо еще, как бы, что-то могу прям добавить тебе в этот ответ, этот вопрос, и не особо подкован, да? Ну, они все с радаром. Не, ну, если это известный факт, то зачем они что-то говорят? Как сделать так, чтобы этот всеми известный факт наказывал бы этих людей и организацию? Неужели все это хавают, это нормально? Ну, тут, опять же, нужно, можно пофилососовать и сказать, что турниры, где они играют, не хотят позориться. И не хотят подтверждать тот факт, то, что на их турнире играет 3-2 команда. Не важно, 3-2-2, либо с нечестным, потому что это позорит репутацию турнира. Почему турнирный оператор не может, вот сейчас, вот сейчас турнир, который будет новым проходить, почему они приглашают этих команд, эти команды? Потому что они вздели с ними, они будут ставить на их победу, на их проигрыш. Кто-то кому-то наносит. Просто есть же, честно, турнирный оператор, который придет и скажет, ребят, приглашаем всех, давайте кидать заявки. А, у этого репутация не очень, лишний раз не хотим их использовать. Давайте выкинем. Почему они приглашают откровенно, Xander Flash, откровенно продать, значит, они в долю. Ты прям, утверждаешь это? Ну, просто это же... прям, я не могу, я не знаю, вот если ты меня проешь про доту, опять же сейчас, я тебе могу сказать, в каких-то случаях, в каких случаях, даже отказывают, как ты сказал, во всему, Pinnacle Cup, который проводится уже там третьей ценой подряд, черный список, черные банки дают, теневой банк, их не размещают, и не дают шансы. Это супер, да. Это супер, да. Почему нет базы данных, базы знаний, кого не приглашать? Я думаю, скоро будет. В доте она уже есть. Есть ли какие-то внешние признаки, по которым зритель на твиче может понять, что играется сейчас трешка? Да. Давай. В доте? В кс. Ах, опять про кс. Да. В кс сложно распознать, я же сказал, уже есть куча микромоментов, который очень сильно влияет на игру, и там можно реально, как бы, ну, сочетесь не попал. Это же динамическая игра, намного динамичнее, чем дота, в разы динамичнее. И если там допустил случайно одну ошибку, эффект бабочки. Да, в смоках не прострелил противника. Это такой отсыл для тех, кто поймет, да, или попал наоборот, случайно попал, прострел дал, ну, меняет все. Там был экораунд, еще один экораунд, еще два очка в пользу той или иной команды. Поэтому в кс-е сложно, очень сложно. Раньше, в бордатые времена, сейчас возьмем, по-моему, на твоем канале есть ролик, английская команда, американская. Айвэй Павар. Да. Вот там был явно факт. И это можно было, ну, увидеть невырывному зрителю. Скадула не забанили, потому что не было дэкпруфа того, что он получал скины за эту игру. Считаешь ли, что это правильно? Как мог ли пятый игрок не знать о трешке? Да. Я думаю, что нужно банить тогда, когда славил за руку, так же, как в доте. То есть, поймали за руку, забанили. Окей, а как поймать за руку радарщиков? Просто вломиться в комнату, в буткеп? Нет, это сейчас все очень классно, есть админы на Face, даже на RMR есть. Кстати, они старались сделать. Во время, ну, я не знаю, это техническое часть, мне кажется, уже каждый знает. Ну, давай повторюсь, я думаю, ты тоже ее знаешь. Скриншоты? Нет, когда ты шифруешь и прячешь домокарочку, там, посетевое оборудование под видеокарточку, либо там, под модем, либо под блютуз карточку, да, админ турнира заходит ручками и начинает привить пакеты туда. Твой камер не справляется с этим объемом работ, и просто тебе дисконнекция с игры. Вот, и это, кстати, был не данный случай, играли Pera, вот как ты сказал, я видел, я не утверждаю, что они рабочие, ни в коем случае, но его дисконнекция, они вели со счетом 11-5 или 11-6, я смотрел этот матч, потому что очень много было и постов в интернете и так далее, и как бы, это опять же, мой, ну, потребительский такой обзор на эту команду, скажем так, если можешь так сказать, какие-то проверки были, его там 2-3 раза подряд кикнуло, потом он перезошел и что-то пошло не так, и они проиграли. Вот, то есть стараются, и сложно доказать, действительно сложно. Я вообще удивлен, что Pera прошла, ну, хватает же совести ехать в Рудесо смотреть этим игрокам. Не могу судить, я вот смотрел игру против Астралис, да, недавно был матч этот, да, первую карту они так, ну, проиграли, а вторую карту они боролись как любые. Не буду сейчас говорить, что там, опять же, как там, ну, может не повезло ребятам, там, два очка отеляла от победы. По-моему, если не ошибаюсь, могу что-то путать. Неизвестно. Сложно. Очень сложно. Если бы тебя пригласила бы какая-то букмекерская контора работать на себя, следить за тем, что происходит, быть неким есиком внутри быка. С удовольствием пошел бы. Ты готов подставить всех людей, которые были с тобой, если тебе предложат за это очень хорошие деньги? Нет. Я готов работать и помогать им в дальнейшем бороться. Как они спросят, с кем ты работаешь? Покажи мне. Тут вопрос моей совести. Помочь ребятам найти этих трешников, но ты не будешь признавать, кто тебе помогает. Ну, смотри, вот давайте вам сейчас игрока из Тер-1 уровня, который сейчас играет в Тер-1. Он же не работал в этой команде, он работал в других командах. Ну, сказав, что он, ну, сейчас играет в этой команде, его оттуда кикнут. Я его подставлю. И это, как бы, ну, некрасиво будет. Ну, подожди. Ты хочешь работать в букмекерке, спасать ситуацию с трешками? Помогать. Помогать. Но ты ни одного игрока, который с тобой работает, не расскажешь. Только общеизвестный факт, да. Ну, понимаешь, я был бы не тем, кем я есть, если бы, пошел бы и продал бы, там, пусть будет, за 10 миллионов рублей или за 20 миллионов рублей, за любую сумму. Это называется продажник. Ну, я буду, извиняюсь за выражение, проститутка, которую купили. И я, как бы, ну, лично мое кредо, что я никого никогда не сдаю. Да. Еще раз, даже те люди, которые должны, там, мне денег, я ни разу никак, не шанажировал и таким не занимаюсь. Отвечаю на этот вопрос, пошел бы, пошел бы, сдавал бы, нет. Но если я увижу, что этот игрок сейчас делает, я вижу, что, ну, он это делает, скажу пальцам, прям смело. Это рабство? Для кого? Для игрока. Когда человек уже не может выйти из этого? Спорный вопрос. Они же в ловушке. Один раз согласился и все. Есть же, ты добрый, а если какой-то человек скажет ему, ну, куда ты лезешь? Все, ты со мной согласился? Все, всю жизнь ты мне должен подыгрывать. Вась, шесть, не могу сказать процентов, давай так, в большинстве случаев это, скорее всего, рабство, да. То есть, те, которых вот сажают на крючок, они потом сложно слезть. Рамзик из таких? Наверное, нужно спросить тех игроков или те команды, которые с ним работали. Достаточно много хватает, ну, слухов. Хотя, не знаю, возможно, никого не банят. Это, знаешь, если нету слухов в интернете, что он кого-то забанил или кого-то сдал, значит, скорее всего, он не банят. И он, ну, отпускает игроков. Да. Ну, возможно, иметь с них какие-то большие дивиденды и рассматривать в своих случаях, там, не выплачивать, либо еще что-то делают. То есть, вот такие слухи, возможно, уже где-то слышал. Окей. Получается, Рамзик, где ты? Ты на его уровне? В Доте? Да. Да. А в КСе? Где-то тут. 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 Берем Доту. Сколько таких еще боссов, которые на этом уровне по всему российскому киберспорту? Российскому? По СНГ. Максимум 1-2. Один, ну, Рамзик. А, подожди, окей. киберспорту в целом? Да, да, да. Я точно знаю, что есть один по Лолу. Он мой партнер. Да. Прямо близкий партнер, я ему там, я увижусь его как минимум раз в неделю. Он работает с Китаем. Примерно два раза в неделю, или раз в неделю, он дает мне китайские матчи, которые я ставлю здесь. Потому что китайцы очень любят, когда ставят их матчи в Европе, и они добирают там, ну, в странах СНГ. И второй, еще один партнер, он уже в другой стране, уже в европейской. Ну, то есть, я как минимум знаю еще, ну, двоих. Еще двоих из киберспорта всего. Четыре человека. они не раз в дисциплине делают. Лол делают активно. Это прям очень обожаемая лига. как бы, это развито в Доте, в Лоле, в КСе. Был опыт общения с ребятами, там, Тир-4 лиги, Тир-3 лиги, ой, из дисциплины. Похоже на КС, только нам нужно, ну, как спецназ, серроистом, дублировать что-то. Rainbow Six. Rainbow Six, да. Но эта игрушка очень мало популярна. На ней очень мало принимают беттинг. Всякие маленькие игры, типа Rocket League. Еще меньше популярна. Очень мало популярна. Что популярно сейчас еще, это вот Киберфифа. Есть человек, который так же со мной в партнерских отношениях. Идут всякие такие Киберфифи, ну, турнички по Киберфифе. Тоже популярно. За четыре минуты игры получают почти тысячи долларов игроки. Хорошие деньги. И эти матчи идут прям чуть ли не на постоянной основе. Хорошо. Вы тут? Да. Кто над вами? Какие люди? Никто. Мы сами все организовываем. То есть, как бы, если мы что-то делаем, то это делаем вместе. Какие у тебя зарплаты у сотрудников? Как ты им платишь? Процент от выроса или просто фикс оплата? И какие должности у них? А вот те близкие люди, которые с вами работают, там, да, ты сказал, три-четыре человека, они получают примерно ту сумасовую, которую мы проставили. То есть, смотри, если я проставил на матч 10 тысяч долларов, да, и получил 30 процентов, это 3000 долларов. Ну, я беру средний, коэффициент 2. Да. Я не беру какие-то оверхай. Да, да, да. То они, если проставили 5 тысяч, да, и помогли мне добрать, то они также получают вот эти вот 30 процентов. Да. Ну, или 50-50 уже как пойдет. То есть, там уже вопрос доверия, как бы. Ну, давай скажем так, плюс-минус равны суммы со мной. Когда это все закончится? Когда закон будет работать? Мне кажется, никогда. Ну, когда закон будет работать, да, когда начнут сажать людей. Если людей начнут сажать, то это закончится. Ну, а что, дороже свободы ничего нету. Только жизнь. И то, опять же, будет закон, каким-то обязательно обходной пути. Либо, когда сделают классные зарплаты, вот это самое классное решение, когда сделают хорошие зарплаты для игроков в Тир-4 уровне и для Тир-3 уровня. Ну, вот ты же понимаешь, что классные зарплаты не будут. То есть, всегда будет Тир, который ниже тем, чем классная зарплата. Возможно. Просто, вот эти вот трешки переместятся ниже, чем Тир-4. Пусть букмекеры не дают ставки на команды Тир-4. вся проблема в букмекерах. Ну, давай откровенно говорить, без букмекеров деньги дают только они. Спасируют они все. Пусть урезают лимиты, понимаешь, тут жадность букмекеров тоже работает. Если букмекеры сделаете максимальную ставку в тысячу рублей, ну, им хватит денег. Им хватит денег, ставят на эти виды спорта очень много людей. Тут просто, на самом деле, конечно, все дело упирается в букмекеров. Нужна база игроков, команд. Черный список. Черный список, который нельзя выставлять. Но, опять же, если этот список будет пополняться, то букмекерам будет нечего транслировать. Ну, талант. Ну, опять же, нужно пламерить свою жадность букмекерам. На мой взгляд, вот это вот. Вот взять тоже самое 1xbet. Рекламу у Моргенштейна. Человек максимально как бы был против рекламы и сделал такой вот поступок, пошел, сделал. Продался, но... Хоть слухи, что ему заплатили 10. 10. Сколько денег у 1xbet? Я просто могу... Точно не 11. Ну, понимаешь, да? Но давай говорить так. 1xbet реально сейчас в глобале он спонсирует Барселону, он спонсирует серию А. Он сейчас, час назад вышла новость, он спонсирует ПДЖЛ Мейджор, основной, основной вальвовский турнир. Ну, прям мурашки по коже. И у них есть лицензии во многих странах. То есть, да, репутация не очень... Сомнительная. Но... Как будто Морген Штерн не настолько ужасную вещь сделал, потому что посмотри на ESL, посмотри на все это дело, но виноват мне Морген Штерн абсолютно. Морген просто... Морген гений. Морген гений молодец. Да, правильно, обокрал букмекеров на 10 миллионов, хоть немножко. Есть еще момент с трешками. Есть откровенные факты, что Гукушима играл в трешке. Наверное, ты не знаком с этим человеком. Его взяла Форс-команда. Это российская команда, которая спонсируется Лукойлом. Вот. И всем все равно. То есть, нет института репутации. Второй момент. ТСМ. У них в команде до сих пор играет Джоэл. Это человек, который тоже трешник. Институт репутации. Как бороться с этим? Есть организаторы. ТСМ — это очень именитая команда. Какого черта я не беру такого себе игрока? У которого и есть очевидный факт того, что он играет с удомонией. Не знаю. Не знаешь. Хаши. Могу лишь посоветствовать, сказать, что возможно какие-то заковоры, планы. Я не знаю, почему. Я не знаю. Я уверен, что они знают это все. Ты тоже знаешь, что они все это знают. Они приказают его репутацию. Возможно, талантливый игрок. Возможно, нет других трансферов. Там окон. Я не знаю. Сейчас возьмем пример. немножко порекламируем 9Pandas. В ролике Морфа был такой человек как Альберт, которого там монетин какую-то девушку подложил, там еще что-то. Это, кстати, частично правда, но частично нет. Там где-то она переспала с ним, он какие-то игры для нее делал, денег не хватало. Это все ложь. Там не так все было. Я просто видел эту парочку, скажем так, через общих друзей. Да. Чтобы лишнего искать. И там такого не было. Он не третитушил Альберта. Сейчас он играет в 9Pandas вместе с VP Solo. А 9Pandas сейчас сделали небольшой ребрендинг, там выгнали Рамзеса, продута перешел. И пока они не добивают успехов. Но верю в них. Они поменяли менеджера, поменяли там Гудину убрали. Там у них какие-то баталии были. Вот как понять выгодно этой команде и почему они это сделали? Почему они позволяют этого игрока или невыгодно? То есть вот здесь я могу там ответить, да, то, что они там пробили, провели работу, убедили, что он честный игрок, да, это сейчас еще свое оправдание ему, чтобы подтвердить тот факт, что он реально честный. И непосредственно запихнули его в стак. Вот здесь я могу ответить, да, то есть я уже сказал, что здесь была честная проверка. Там 7 кругов Адана Детерсла в Луджи его проверяли, еще где-то проверяли, а вот когда ты задаешь вопрос с ССМом, там, без понятия. Ты участвовешь в сфере, которая занимается ну, не прямым гребежом, но касается денег, касается денег чужих людей. Чих именно? Букмекеров? Людей, которые ставят на честную игру, а в итоге вот как получается, там все было задумано заранее. По совести, как у тебя? Не задумываешься ты о том, что... нет, ни капля. Знаешь, почему? Как ты можешь себя оправдать? Даже оправдать не собираюсь. Здесь все очень просто. Человек, который идет и ставит на азартные игры, это легкие деньги. Заработанное, скажем так, нечестным трудом. Да, если говорить про реально физический труд, там, завод, вот как я работал, Я думаю, вернуться на завод так чисто по фану. Если, конечно, примут обратно, хотя готовы. Так вот, когда человек уже заходит на бухганскую компанию, он понимает, что как бы это все риск, это азарт. И да, он, возможно, попадает на такие матчи, где происходит некая работа, там, неважно, мною, либо еще кем-то, и теряет свои деньги. Но эти же деньги теряет и на других матчах. И так же выиграет на других матчах. И совесть должна болеть не у меня, а должна болеть у букмекеров, которые, условно говоря, знают, понимают, что, сейчас пример объясню, смотри, представь, что на команду P1, да, поставили, на победу P1 поставили миллион рублей, а на победу P2 поставили 10 миллионов рублей. Ну, отмените ставки. Вы же понимаете, что это нечестно. Вы же понимаете, что здесь кто-то знал о чем-то. Отмените ставки и верните всем. Понимаешь, да, смысл? Но бывает так, что люди, которые там, вот, разведем ситуацию, поставили сюда 3 и сюда 3. Или там сюда 4 и сюда 3. И букмекерам выгодно получить свою прибыль. Поэтому здесь должна совесть болеть не у меня, а у букмекеров, которые не могут просто отметить результат, зная, что эта игра договорная, скорее всего, да, и по сути, как бы даже не я отнимаю деньги, это они отнимают деньги у них. Плюс, как я уже повторился, я иногда и теряю деньги. То есть, когда просят поставить, да, там, неважно, и непосредственно проигрываю. Такое тоже бывает. И тоже проигрываю немаленькие деньги, а кто-то выигрывает. Если суммировать 150 топов Шел ТВ в КСе, что ты уже знаешь? Какой процент из этих матчей, ой, какой процент из этих команд с чем-то? Либо трешка, либо радар. Ну, вот мне этот человек сказал, который, возможно, приедет, да, он мне сказал, что у него 4 команды уже там. Назвать он их сейчас не может, как бы, ну, и мне он тоже не говорит, чтобы я лишнего не рябнул, потому что сейчас серьезно, да, честно. Если согласиться, то согласиться. Ну, это уже от него зависит. Ну, да, у него есть одна команда. Нет, 4 команды у него. 4 команды с радаром. Да. Который играет в 150-е Шел ТВ. Да. У него приватные разработчики, да, то есть я вам показывал интервью, где прошлые ребята у тебя сели в масс-маркет, он сказал, кто это такие? Да. Он говорит, это масс-маркет? мы с ним не работаем. У него все балтийцы, испанцы, итальянцы, вот, что он сказал. То есть здесь может быть радар даже у именитых организаций. Конечно, да. Вместе такая история был проигрок, который находился в Китае и увидел, как один из игроков в Тайлу приехал на чемпионат на красном Феррари. Вот. И вопрос к чему? Как это так работает, что вот эти люди, которые играют трешки, играют с радаром, они даже не скрывают этого, они показывают в сторисах их свои дорогие машинки, отдыхают в лучших местах, в лучших отелях. Они в буквальном смысле заменили карьеру киберспортсмена на трешника. То есть трешка – это сейчас как профессия. Либо ты приходишь в киберспорт игроком, либо трешником, радарщиком. То есть это прям отдельная профессия, правильно? Ну, тут, наверное, нужно задать вопрос, его ли это Феррари или арендованная? Ну, я тут уже не знаю. То есть, понимаешь, да, возможно, да, заработал, возможно, хотел понтануться перед друзьями, перед еще кем-то, показать свою шикарную жизнь и непосредственно все это высадить на показ. И да, скорее всего, это профессия их. Да, то есть они это делают, там, Тир-2 лиги, может быть, ХС, да, там, Тир-3, я не знаю, там, полностью градацию как все это устроены, какие там, где, ну, пока еще не знаю. Но я с тобой полностью, как бы согласен, что как бы некоторые игроки этим понтуются и как бы зарабатывают хорошие деньги, вот, особенно как бы китайцы. В странах СНГ я такого особо не замечал, как бы, да, чтобы такое прям было явно, что какой-то игрок из Тир-3, Тир-4 команды как бы показывал свою жизнь вот так вот, типа на просмотр, да, и как бы у него явно не на таких денег, да, то есть таких я фактов не замечал. А почему они так делают? Хороший вопрос. Ну, видимо, знаешь, возможно еще дети, потому что все эти люди им от 18 до 23 лет, и для них это реально классные деньги. То есть некие там ездят на Мальдивы, как-то отметил, да, но опять же, они заслужили мне это, мне кажется. То есть мы говорим про Тир-1 сцену. Учитывая все эти факты, считаешь ли ты то, что киберспорт может расти? Я думаю, да. Слушай, посмотрите, что было пять лет назад с киберспортом, и что же сейчас, это просто, ну, рывок, и достаточно огромный рывок. По цифрам или по... Да, по цифрам. А, по цифрам. Но опять же, сейчас не берусь брать в ПКС, я не знаю, какие были призовые, но когда я только начинал Доту, призовые в КС были мизерные, там, в основном, миллион долларов, да? А сейчас вот Казанэкспо, да? Да. Сейчас я скажу интересно факт, выпивающий, такой интересненький, тоже, возможно, будет интересно послушать это. А сейчас, как бы, вон, не брать последнего интернешнла, брать предыдущий интернешнл, сколько призовые были? Шестнадцать и два, тридцать два, шестнадцать, шесть вроде? Двадцать, это просто что? Да, сейчас, последний год был, мизерные были, и, кстати, многие плевались, игроки, кстати, вот, а вообще достойный факт, многие игроки приезжали на Инт, и публично говорили, что за фигня, у меня тут нету там... Миллионы за победу, что за бред? Миллионы за победу, или у меня тут это, ноги мне пилинг не делают, типа, вы что там, я же игрок, но, типа, вот это нужно, мне кажется, тир-1 игрокам поумерить, потому что если, ну, потому что когда люди смотрят, говорят, ни хера себе, зажрались, то есть, опять же, не буду пальцем тыкать, можно все посмотреть на ютубчики, эти все превьюшки, но, мне кажется, что вот эта вот проблема, опять же, жадность, то есть, игроки избалованные, опять же, мы говорим про тир-1, и им не нужно трешить, большинство ним, вот, то есть, распределите чуть фонд с тир-1 на тир-4 поддержку, выровняйте его, и будете... Ну, перебор. Как-то так, поэтому я думаю, что я буду развиваться, единственное, что вот у меня, кстати, было опасение, когда я услышал, что DPS-лики уходят, и валов прекращает их спонсирование, я в сентябре реально напрягся, я уже начал искать, почему я вышел в КС, начал искать завод, начал искать завод, начал подумывать, начал уходить в другие отрасли, там писать всякие прикольные баты, там еще что-то продавать, там, да, ушел в разработку, и вот тут я вот, как бы, плавная такая линия, как я попал в КС. Но сейчас я понимаю, что все турниры будут, и все начинают набирать основы обороты, валов ушла, оставила большую себе нишу, сказала, забирайте, и вот тут сейчас плавно приходим к Казан Экспо, да, или как он называется, в фьючере гейминг игры. А, как я уже сказал, в прошлом году там играли, не особо, как бы, такой масштаб был, но была там одна команда, которая что-то делала, ну, опять же, слухи, не слухи, неважно, Polaris, их больше не позовут, они попали в черный список после вот этого интернет-шоуа, общий доступный факт, и, собственно говоря, вот, пожалуйста, как публичная порка этой команды. Если бы кто-то был мотивирован из YSICO, и были лучше, были делали свою работу, они бы могли бы там, ну, бороться с 3-2-2, ну, у них как бы, как бы, нет личной мотивации. Сергей, спасибо большое за интервью, было классно все послушать. Что вообще пригласил меня в эту, скажем так, для меня в шокирующую, как бы, ситуацию, когда я здесь сижу и вживую что-то там рассказываю, надеюсь, я лишнее ничего не ляпнул. если через полгода интервью состоится повторно, лишнего не ляпну. да. Вот, жду тебя через полгода, больше информации про КС, больше интересности. Ну, не обещаю, что через полгода соглашусь, если достигну каких-то высот. Не согласишься. Ну, не обещаю. То есть, я не знаю, что, может быть, я завтра прекращу это существование, но, как я уже сказал, что у меня есть очень один единственный человек, такую маленькую затравочку, который сейчас имеет, как минимум, несколько команд, которые входят в 150-х ЛТВ, а если там он решит закончить свою деятельность или там кому-то захочет там как-то отомстить, либо там какие-то будут незакрыты вопросы, он, возможно, придет и сделает некое развлачение. Но это, опять же, это не так, он просто так затравочку дал, сказал, что, возможно, придет. Супер. Ему будет больше, чем рассказать, он, как является разработчиком, как и таким, и таким, и таким. Вот. Как-то так. Все. Спасибо.